Представляете, именно церковь была инициатором крепостного права. Там же как было? Эти монастыри не только отжимали земли, они заставляли крестьян на этих землях, которые жили, работать на них бесплатно. Причем ужас в том, что ты должен был отработать у них, а потом ты еще должен был платить им со своего хозяйства. То есть мало того, что ты должен был отдавать там кур, уток, какой-нибудь хлеб, ну пшеницу там и так далее, так еще и деньгами брали. Крестьяне начали массово сниматься с земель, уходить. Тогда, значит, владелец монастыря там бежит к князю. Ой, а дайте мне грамоту, а то от меня крестьяне бегут, мне нужны какие-то полномочия, чтобы вернуть их на место, рабов своих. И тогда вот появились вот эти первые грамоты, ну вот первое поползновение в это крепостничество, то есть откуда оказывается поговорка, вот тебе бабушка и Юрий в день. В общем, крестьян прикрепили к монастырям, к монастырским землям, и крестьянин не имел права уходить от хозяина. По-моему, там был срок пять лет, и ты не мог уйти раньше, чем Юрий в день. Это середина ноября, ну там две недели туда-сюда. И вот когда окончательно укрепили вот это крепостничество, то есть вообще уже нельзя было уйти, тогда вот им появилась поговорка, вот тебе бабушка и Юрий в день. Сверх того они, крестьяне, изделье делали, пахали землю и косили сено на монастыре. Наконец монахи поотнимали лучшие пашенные земли и сенные покосы и привели к своим монастырским землям. А у иных крестьян они, старцы, деревни поотнимались хлебом и сеном, и дворы ломали, и развозили, а из их деревень крестьяне от того игуменного насильства с женами и детьми из дворов бежали. Ну а если крестьяне вдруг отказывались работать, игумен, то есть батюшка, бежал опять к князю и ему выдавали солдат. Причем крестьяне составляли челобитные царю, что типа мы сироты твои защити, уже непосильные, типа оборы церковные, что же нам делать, нас разорили в конец. В итоге получали в ответ указ, что избивать крестьян надо теперь кнутами вместо плеток. Берет с нас, как старост, так и крестьян, немалые денежные взятки, незаконные поборы. И ежели кто при взыскивании вышеописанных излишних поборов станет объявлять в платеже невозможность, то есть не могу заплатить, тех бьет немилостиво ежальными кнутами и держит в цепях. Ну в общем там пару веков длилась на самом деле война между крестьянством и духовенством. И вот когда Екатерина уже пришла к власти, решили отменить крепостничество, так церковь так сопротивлялась. Наиболее авторитетный представитель высшего духовенства, московский патриарх Филарет, умолял повременить реформы, ссылался на Сергия Радонежского, который якобы явившись во сне, предупреждал против реформы. Вот еще кайф. Согласно учению слова Божия и рабы могут достигать вечного спасения. Апостол ясно говорит, каждый оставайся в том звании, в каком призван. Ну типа ты крепостной, сиди дальше крепостным рабом. Ту же точку зрения выразил епископ Кавказский. Доказывал, что рабство, как крепостная зависимость крестьян от помещиков, вполне законно и как богоучрежденное должно быть всегда, хотя в различных формах. Ну и вот вам про спайку власти духовенства. Были же и низшие еще чиновники от церкви, которые были тоже в нищете. Им приходилось потворствовать жестокости своих помещиков. Про Салтычиху известную. К примеру, помощниками знаменитой Салтычихи были два священника, тайно хоронившие ее жертвы. Другому помещику, Бахтиярову, насиловавшему и пытавшему своих крепостных девок, согласно крестьянской жалобе, всепомошествовал приходской священник Никифор. Ну а вообще каково, да? Мне приснилось, что святой сказал, что отменять рабство это плохо. Вот так же они вам и Библию пишут, а вы потом как идиоты ходите, это Слово Божие, Бог так сказал.